Песня песней Соломона, 8 глава, 7 стих. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Эту песню неоднократно перелагали стихи поэты разные. Любовь к юноши, к девушке, как описывается. Эту книгу долго не принимали в канун церковной. И наконец приняли со множеством оговорок и толкований. Любовь. В каком смысле? К кому? И почему? Нет равной кичевой любви. Я рассматриваю эту песню как любовь души к Создателю своему. Любовь к церкви, к Богу. Мы не знаем, как воспитывался Анфимий Комедийский. То, что в житиях написано, это только контур. Потому что когда что-то о человеке говорят, самое главное, как художник, он не нужно отсекает. Он так же бегал мальчик. У него такая же была жизнь, как у всех. Когда он сумел подготовить себя для такой безответной любви. Вот я знаю, где детей учат кланяться. Они заходят, начало кладут с подружниками где-то. И там неодинаково все дети кланяются. Вот домашнее. Оно выходит здесь. На каждый поклон надо ребенка ткнуть. Ткнул, помогу, он поклонился. Рядом, тут же кланяюсь, стою рядом с ним. И мы опять второй раз. Десять поклонок, девять раз я должен его толкнуть. Оно сегодня закладывается. За каждую душу кто-то несет ответственность. Конечно, он сам в первую очередь. Какие-то были родители богобоязненные. Но они все время обязательно говорили о конечности жизни. Анфим, быстро это все кончится. Ты видишь, как власть меняется. И завтра может гонение быть. Анфимушка, смотри, только не отрекись. Близко время. Внезапно придет новый президент. Все свернется по-другому. Начнется война. Со всех сторон бросится на нас. И что мы будем делать? Огонение будет страшное. Смотри, Анфим, только не отрекись. Я думаю, что его воспитывала мать так же, как Климента Анкирского. Она так же, как и Фросина, наказывала ему. Помоги мне стать матерью мученика. А здорово было бы, Анфим, если бы ты умер за Христа. Анфим, а вот если ты еще священником будешь, ты же за всех отвечать будешь. Ты понимаешь, как каждую душу надо настроить, умереть за Христа, показать наивысшую любовь. Нет, больше той любви, как душу, кто положит. Анфим, ты сейчас учись хорошо. Изучая Священное Писание. Смотри, как верные люди шли до конца. Пророки они не отступали. Ты быстро вырастешь. А Бог даст, а может ты епископом будешь. Ведь мать наказывает ребенку, если она верующая только одно. Не прогадай. Это все мелькнет и не увидишь. Там целая вечность. И вот кто будет что предлагать? А за эту любовь ко Христу многое предлагали. Предлагали в первую очередь жизнь. Отрекись, жертву принеси и иди домой. Дети при тебе будут, жена, друзья, постель, все твое вернется к тебе. Да и должность за тем хорошая. Император напрашивает и говорит, если отресешься, дочь мою отдам за тебя. Вот на что шли. Но любовь ко Христу все прямозмогала. Вот почему написано, большие воды не могут потушить любви. Большие обещания, богатства они не могут потушить. Любовь, она пылает, она горит. Вот разница в том, когда спросили Серафима Саровского, почему ты смог, а мы не смогли решимости. Решимость это огонь. Я пошел за Господом, никаких компромиссов не допускаю. Не можем мы отдать Богу 5% или не 95%. Бог не согласен. Многократно повторяется всем умом. И не надо толковать никаких комментариев. Всей душой, не частичкой души, не 99%. Всей крепостью. Ну какая крепостью юношеву, старика? Вот именно с той крепостью подойди и не торгуйся с Богом. И Господь пойдет навстречу. И укрепит. И реки не зальют ее. Ну уж если ведро влияет на огонь потушить. А если реки на огонь не зальют? Да не бывает такого. Какой бы пожар ни был, если река на него направлено погасит. Все погасит, кроме любви. Солнце любви не гаснет. Какой песней мы прикоснулись. Вот это солнце любви загорело в сердце Анфима. Когда он со всеми церквями зашел на костер. Угрозы рекой лились со всех сторон. Обещания, как великие потоки излились. Все будете живы. Только выйдите вот рядом, возьмите мясо, положите, идите домой. Ничто не залило эту любовь. И как он сумел так убедить всех? Вот прикиньте сейчас, нам бы что-то угрожало. Но мы сколько нашли разных причин. Даже в храм человек не приходит, он разные причины находит. Причин-то ведь много, заболелась же, причина важная. Причина важная со скотиной, причина важная с птицами, с пчелами. Гости приехали. А причин-то никаких нет. Кроме того, вот уважительная причина смерти. На фронте была. Одна единственная причина. Почему? Любовь. Она все причины пережжет. Я иду к Господу. Я иду с народом Божиим. Ведь сегодня в храм ходят, вы не знаете сколько людей. Я статистику знаю. Даже там, где есть храмы, такие города, как Томск, провели опрос 1,5% или 1,7%. Ну это же мало. Это же совсем мало. Даже такие католические страны, как Польша, не более 5% ходят на воскресную службу. А 95? 95 в мирное время они не нашли в себе искры, чтобы любовь загорелась. А Господь на суде будет спрашивать первый вопрос по Первой Западе. Любил ли Бога? Была ли это любовь? Почему? Возлюби Господа Бога. Возлюбил ли Амфирника Медийский, в честь которого названа наша община и наш храм? Чем он закончил? Он зашел на костер. И сразу, одновременно с ним 22 тысячи. Это какой же был храм? Это стадион целый. И никто. Ни один. Это не... Он остался живой. Второй будет набор. И тогда с ними вместе он взойдет. 32 тысячи будет головешек лежать. А мы скажем, 32 тысячи факелов любви загорелись на небе. Вот пророк Исаия 43-2 говорит, будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, а они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Понимай, все в духовном смысле. Пламя опалило, Анфим сгорел. А мы скажем, нет, подвиг его известен нам. Записали люди. Он заботился о подрастающем поколении. Там детей было много. Тогда детей вообще было много. Я из всех святых нашел только одного, который в полноте, видимо, выложился весь на детей. У Дмитрия Ростовского было училище песни ребятишек. И он пересмертли, опять созвал их, они пели перед ним, он мучил их. Запомните, если вам Бог даст памяти, 27 мая церковь отмечает память малоизвестного святого, Климент Охлицкий. У него было детей в училище, 3,5 тысячи. Да если бы такую любовь к детям оказали в России в момент крещения. Ну пусть через 100 лет хотя бы. Да 3,5 тысячи детей, ну все равно бы они дали хоть одного Кирилла Бефодия. Но не может быть, я не верю в это, просто не верю, чтобы 3,5 тысячи детей учить Слову Божию, наставлять день и ночь, и все бы были неверующие. Да не может так быть. Даже в семье. И то как-то напополам. Если родители не одинаково были, один верующий, другой неверующий. Так половина дети. Отец пил, значит, и сын научится пить. Если мать была бесплотная, то аж таким путем пойдет. Вот, но ведь 3,5 тысячи детей, которых учат учителя только верующие, монахи. Ясно, что там направление, если было бы на благовестие, обязательно были бы люди, которые просветили бы страну. Почему память этого святого я нигде не встречаю? Я сегодня целый день размышляю, об этом считаю, возвращаюсь. Ну почему? Его только отметили, что он есть. Его никто не знает, честно, храмов нет. Никого не называют в честь его. А это был человек полный любви к детям. К детям это к будущему стране. У нас тут пенсионеры здесь. Ну и что? Коров не будут держать, овец не будут держать. Ну, дачный поселок. Да и тот исчезнет. Значит, нужно заботиться, просить Бога, чтобы все дети были верующие. И чтобы Бог дал жителей с детьми, чтобы трудились. Встаешь в этом только об одном думать. Как подготовить себя и детей к любви, которые не зальют воды и огонь не погасит. Как было с Анфимом Некомедийским. Матфея 7, 24, 25. И так всякого, кто слушает слова Моисея, исполняет их. Уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и полились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. Какие ветры? Это гонение, ересь и заблуждение. Мы должны искать причины, как бы пойти в храм, как бы открыть Слово Божие, как бы почитать. Не те причины, которые нас отсекли бы от этого. Отсечь очень легко, вернуть очень тяжело. Закрыть Библию проще всего, но открыть ее тяжело. Она где-то будет лежать в другом месте. Положите ее на стол. Ничего сверху Библии не кладите. Приучите себя каждый день утром и вечером открывать. И хотя бы понемногу прочитать. С благоговением поцелуйте ее. Будет день, будет этот день. Я абсолютно уверен, когда в людях вдруг появится жажда слышания Слова Божия. И такая будет жажда, что будут ходить от севера к югу. От моря до моря. От Балтийского до Тихого океана. Искать Слова Божие и не найдут. Это обязательно будет. А Мосс говорит 8 глава, 11 стих. Писание сказало, так будет. Подготовить к этому надо. Детушки, если не будет Слова Божие, а в душе у вас ничего нет, ни одного стиха на память не знаете. Вы же все отступники будете, вы все в ад пойдете. Вы попадете в исламские гаремы и там отрешетесь. Куда бы тебя ни взяли, ты христианка, ты этого мусульманина обратишь. К ротности, смирением, любовью, молитвой. Ты и там будешь молиться. Как показывают в фильме, что Кучук захватил. Она у него там, и там молится и поет его жена. Она русская, она ничего не могла сделать. Ее продали. Но она и там молится. Она христианка. И большие воды не зальют этой любви. Почему? Она камня основана. Камень Христос. Слово Христос пощаще повторяйте. Как Христос нас любит. Христос дал дождь. Нам кажется, не вовремя. Он вовремя. Мы ждем друзей. Дождь перелезает в дорогу. Придется звонить или как, чтобы не приехали. И сказать, я Господи не знаю, почему так. Благо, что ты дал дождь. Благо, что приедут. Благо, что приедут. Любовь твоя знает все вперед. Благодарю тебя, Господи. Приджа Соломона 6.31.35 Но, будучи пойман вор, заплатит с севера. Отдаст все имущество дома своего. Не примет никакого выкупа. И удовольствуется, сколько бы ты не умножал дорог. Речь идет об измене, когда идет к чужой жене. Мы пришли к совершенному мужу Иисусу Христу. И измена Христу вот как раз под эту строку входит. Никакого выкупа Бог не примет. Ничего не страшнее, как отступить от Бога. Что бы ни было. Бог, грех падения, возвращайся, ползи, стучи, бей в землю. Не отступлю, Господи, пока не примешь. Ухвачусь, зарезу и буду волоком тащиться. Римлян 13.8.10 Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. И полюбящий другого исполнил закон. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. А в закон входит любить Бога всем сердцем. И нет больше той любви, говорим, где опять же сходимся на длинни и каменисты. Мы его вспоминаем. Не каждый может быть день. Но если мы молимся на вашей молитве, поминаем святых. Вот у нас так принято в лагере. Но мы каждый день его помним. Во-первых, так принято считать, что он как бы патронирует, охраняет нас, заботится о нас. Ну, доказательств никаких нет. Ну, так принято у православных считать. И неплохо, когда мы так считаем нас. Его делают более близким нам. Но подвиг, который он совершил, не имеет равных во вселенной. За всю историю мира больше не повторился этот случай. Чтобы такую общину, и ни один не отрекся, не было. В других местах считаешь, вот время гонения. Деки пришел в 249 год. И написано, и многие отступили от христианства. Началось наступление ислама. И написано, и многие приняли мусульманство. Здесь не один. Я все нахожу в его авторитете. В его любви. И это не однажды он говорил, а очевидно, каждый день подчеркивал. Гонения где-то рядом. Это время Диоклетиана. Это страшнейшее гонение было. Изычество шло на закат. И надо было показать, что для христиан смерти нет. Есть славный, торжественный переход. В этот день человек в совершенстве показал, как он любит Бога. Представит ли нам в случае этот Господь? Надо молиться и заранее готовиться. На это не напрашиваться. Святые не советуют искушаться. Но если Бог допустит. Да мало ли что бывает. Бывают воруют. Многие русские сейчас в РАПСе где-то в Чечне, прикованные работают. Их сваровали. Отвезли. Один вырвался через 10 лет только приехал. Тут уж ничего нет. И день и ночь они работают. И ничего нет. А как питался? А сноп овса кинул. Даже и уголь ночью есть. Больше ничего нет. А если верующий? Верующего он и там останется тем же самым. Как епископ Павлин. Он и там молился. И хозяина обратил. И когда награду предложили, какой он говорит. А дайте мне пленных какие есть. И всех пленных вылил домой. Вот любовь. Послание к римлян Павел говорит 8.28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Во все слово надо включить хорошее, плохое, по-нашему. Совсем не сходится с нашим. Все. Только в конце надо бы сказать. Слава Богу за все. Ничего не было. Печальнее картины. Видит, как Константинопольского патриарха. Привязанного веревкой за шею, за колесницу. Тащит. Он падает. И Ангел Тауст. Тысячи людей решились этого источника. Кладези при мудрости. Как еще книги некоторые остались неистолкованы. Ему все 60 лет было. Сколько он еще сказал, сделал, научил. Но он повторял. Слава Богу за все. Он видел, что Бог его возлюбил настолько, что не только святительский венец, не только венец проповедника получит, но и венец исповедника и мученика. Да укупит нас Господь молитвами святого Амфима Некомедийского. Чтобы мы жили любовью. И эту любовь до конца доказали нашему Господу Иисусу Христу. Аминь.